Здравствуйте! Представляем вам методические рекомендации по целям обучения курса алгебра и начала анализа 10 класс за вторую четверть. Вторая четверть включает в себя цели обучения трех разделов. Тригонометрические уравнения, тригонометрические неравенства, вероятность. Первый раздел включает простейшие тригонометрические уравнения, методы решения тригонометрических уравнений и их систем. Второй раздел – решение тригонометрических неравенств. И в третий раздел входят элементы кабинаторики и их применение для нахождения вероятности событий. Беном Ньютона с натуральным показателем для приближенных вычислений. Вероятность события и ее свойства. Условная вероятность, правила сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и формула байеса. Формула Бернули и ее следствия. А также вероятностные модели реальных явлений и процессов. Сегодня мы вам предложим задания, составленные для реализации проблемного обучения. И продолжим рассматривать методы развития критического мышления через микрообучение. А также рассмотрим схему оценивания для реализации самооценивания и взаимооценивания. Для начала перейдем к краткому обзору методов. Сократовские семинары являются инструментами для проведения углубленного понимания изученного материала. Краткая инструкция сократовского семинара. Предложите учащимся на основе анализа попытаться сформулировать вопросы, которые помогут им при работе с новым материалом. Объясните учащимся, что цель состоит в том, чтобы использовать вопросы для обсуждения и углубленного понимания изученного материала. Организуйте обмен своими вопросами, вопросами, разработанными с членами группы. Рекомендуйте учащимся приглашать других в обсуждение, подвергая сомнению их мысли. Напомните, что учащиеся должны прислушиваться и опираться на комментарии других. Используйте данные вопросы в процессе анализа, интерпретации и синтеза на уроке. Сравните и сопоставьте. В рамках повседневного обучения побуждайте учащихся сравнивать и сопоставлять понятия и предметы. Сравнительные таблицы и диаграммы в Венна помогают оценить этот тип мышления. Попробуйте микрообучение во время изучения нового материала. Цель микрообучения заключается в том, чтобы побудить учащихся принять участие в обсуждении и глубоко задуматься о том, что они делают. Прежде чем микрообучение может быть успешно использовано Вашими учениками, им необходимо отработать 4 стратегии, которые используются в микрообучении. Это обобщение, опрос, прогнозирование и уточнение. Разбейте учащихся на небольшие группы по 4 человека, каждая из которых играет роль обобщителя, генератора вопросов, уточнения или предиктора. А также для реализации микрообучения можно использовать стратегии «Радуга», «Мозаика», «Зигзаг» и другие. Для актуализации знаний учащихся, для повторения единичного круга и графиков тригонометрических функций предлагаем использовать ресурс GeoGebra. Предложите повторить преобразование функций, используя данный ресурс, и ответить на вопросы. Рассмотрим функцию f от x равная sin x или косинус. Каковы значения коэффициентов a, b, c и d? Определите период, амплитуду функции. Что происходит с функцией и ее графиком при изменении параметров a, b, c и d? Объясните полученные преобразования. Далее рассмотрите с учащимися решение тригонометрических уравнений с помощью калькулятора. Предложите учащимся проверить себя самостоятельно и организуйте взаимопроверку по схеме оценивания. Предлагаем вам рассмотреть структурированные задания на решение тригонометрических уравнений с помощью вспомогательного угла. Использование теоремы Пифагора при решении упрощает решение данных уравнений. При решении покажите использование прямоугольного треугольника. Предложите учащимся проверить себя самостоятельно по схеме оценивания. Для достижения цели учащимися уметь решать тригонометрические уравнения с помощью универсальной подстановки предлагаем предварительно вывести данные формулы. В период изучения раздела для реализации самооценивания и формирования навыков конструктивной связи предлагаем использовать лист прогресса учащегося. На данном листе ученик обозначает степень уверенности в достижении той или иной цели. В конце изучения раздела ученик может увидеть проблемные моменты своего обучения и в дальнейшем скорректировать его. При составлении данной таблицы предлагаем также формировать навыки устной конструктивной обратной связи по схеме Вероятностные и статистические методы в настоящее время очень часто используются в физике, технике, экономике, биологии и медицине. Особенно возросла их роль в связи с развитием вычислительной техники. Рекомендуем рассмотреть на уроках интегрированные задания, связанные с этими науками. А также для реализации проблемного обучения предлагаем рассмотреть с учащимися задачи, связанные с применением вероятности в жизни. Если к условию задачи добавить интересные факты, как, например, в данной задаче, сколько способов рассадить 23 детей на 23 стульях в кабинете математики? Если у вас 4 урока в неделю, а в году 34 недели, сколько лет потребуется, чтобы воспользоваться всеми различными возможностями? Примечание. По мнению ученых, возраст Вселенной составляет около 14 млрд лет. Задача становится увлекательной, так как появляется сравнение с возрастом Вселенной. Решив ее, у учащихся возникает интерес не только к теории вероятности, но также интерес к другим наукам. Следующая задача также может быть интересна учащимся, так как связана с жизненной ситуацией, наверняка с которой они уже сталкивались. Бином Ньютона учащиеся уже знают с предыдущих классов, и поэтому тему бином Ньютона с натуральным показателем для приближенных вычислений можно начать с актуализации знаний, используя мозговой штурм для проблемной задачи. Во сколько раз сумма чисел, стоящих в 101-й строке треугольника Паскаля, больше суммы чисел, стоящих в 100-й строке? Предложите учащимся решить задачу различисел, стоящих в 100-й строке. Предложите учащимся решить задачу различными способами. Можно рассмотреть три способа, используя свойства бинома Ньютона. Задач на нахождение вероятностей, применяя формулы комбинаторики, очень много. Приведем пример задачи, также связанной с ситуацией, с которой учащиеся уже сталкивались на различных соревнованиях. Для самопроверки или взаимопроверки предложите учащимся схему оценивания. С целью активизации познавательной деятельности учащихся при изучении темы «Условная вероятность. Правила сложения и умножения вероятностей» предлагаем провести мозговой штурм и познакомить учащихся с парадоксом Монтихоллом. Видеоролики «Парадоксом Монтихолла» вы можете найти на видеохостинговом сайте YouTube. Или посмотреть трехминутный фильм на трех языках, плюс рассмотреть задание к фильму можно на сайте Твикболем. Используйте фильм «Парадокс Монтихолла» в качестве проблемного вопроса. Остановите фильм из Твикболем, когда задается вопрос «Вы хотите изменить решение?» и дайте возможность учащимся ответить на вопрос самостоятельно. После просмотра решения задайте вопрос «В чем заключается парадокс?» Предложите учащимся составить задачу и решить ее с условием, если в игре будет не три двери, а четыре. Для достижения цели – знать понятия случайного события, виды случайных событий и приводить их в примеры, предложите сопоставить задачи, найти смысловое различие, привести примеры. Решите задачи, которые вы проанализировали с помощью древовидной диаграммы. Данная задача поможет вам ввести понятие условной вероятности и рассмотреть правила сложения и умножения вероятностей. Задачи на условную вероятность могут быть интересными, если связать ситуации, связанные с интересами учащихся, например, с футболом. Практическую значимость формулы Байеса можно показать также в трехминутном фильме на сайте Твикболем. Фильм называется «Логика. Байесовские роботы». В этом фильме описаны роботы, работающие с помощью Байесовской статистики. Это тип статистики, в которой используется теорема Байеса для условной вероятности. В качестве проблемной задачи предложите задачу о прогнозе погоды. Решив ее, предложите учащимся составить задачу на ситуацию жизни, где используется формула Байеса. Использование теоремы Бернули мы предлагаем рассмотреть как рациональный способ. Предложите учащимся решить задачу на эксперимент Бернули, используя древовидную диаграмму. Построив ее, учащиеся убедятся в том, что это довольно-таки громоздкий способ. И решение, где используется формула Бернули, проще и гораздо быстрее. Рассмотрите примеры на схему испытаний Бернули. И в следующем видео.